МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приглашенным узким специалистам планируется платить Северную Надбаску с первого дня работы. Речь идет о специалистах в области образования, культуры, спорта и туризма. Родители окружных школьников сдали ЕГЭ по математике. В окружной столице за парты сели 26 человек. 45-летний юбилей готовится отметить поселок Искателей. Впервые за всю историю существования поселка пройдет шествие по центральным улицам. По зимнику с ветерком. Экстремал из Кирова преодолел 1500 км на мотоцикле. На Ринмаре успешно финишировали участники первой мотоэкспедиции за Полярный круг. Время новостей на телеканале Север. В студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Приглашенным узким специалистам планируется платить Северную Надбавку с первого дня работы. Речь идет о специалистах в области образования, культуры, спорта и туризма. Аналогичный закон действует в Ненинском округе в отношении специалистов, приглашенных из других регионов России для работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения региона. Как отметили в аппарате администрация НАО, сегодня специалистам, прибывшим из регионов России в возрасте до 30 лет и работающим в государственных учреждениях региона, указанная Надбавка выплачивается в полном размере с первого дня работы только в том случае, если они прожили в округе не менее пяти лет. Для остальных специалистов действуют общие принципы оплаты труда. За первые полгода начисляется 10% к заработку, за каждые последующие полгода еще по 10%, до достижения максимума 80%. В случае принятия указанных поправок в закон собранием депутатов НАО, дополнительное финансирование эти мероприятия не потребует, так как фонд оплаты труда изначально формируется с учетом применения процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в максимальном размере для всех должностей, в том числе и для вакантных. 26 родителей окружных школьников поменялись местами со своими детьми и прошли процедуру ЕГЭ от досмотра через металлодетектор до получения результата за госэкзамен. Редмар в третий раз присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Организаторы рассчитывают, что пройдя испытания, родители помогут своим детям снизить уровень психологической напряженности в период подготовки и прохождения единого госэкзамена. Площадкой для проведения экзамена стала школа номер один. Испытание проходит сразу в двух аудиториях. Прежде чем попасть в кабинет, родителям необходимо пройти через все процедуры экзамена, регистрацию и предварительный досмотр с помощью металлодетектора. Затем повторное предъявление документа удостоверяющего личность уже на входе в аудиторию. Как и на настоящем экзамене, за партой не должно быть ничего лишнего, никаких гаджетов или шпаргалок. За этим строго следят организаторы и камеры видеонаблюдения. Назначенный час экзаменуемым выдадут черновики и контрольно-измерительные материалы. Экзаменационные задания будут напечатаны и обработаны непосредственно в пункте проведения экзамена. Цель акции – максимально наглядно показать родителям всю процедуру сдачи ЕГЭ. Задание готовится специально под эту акцию с Федеральным центром тестирования, потому что оно немножко в укороченном варианте проходит, не в том полном объеме, в котором дети сдают. И время сдачи экзамена тоже у них укорачивается. Но все документы, которые в бланке заполняются, они все те реальные бланки, которые будут использоваться в 2019 году. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Своими впечатлениями о прохождении единого госэкзамена с нами поделились вице-губернатор Наталья Ситрова, руководитель окружного профильного департамента Лина Гущина и заместитель председателя Комитета цифрового развития и связи аппарата администрации НАУ Михаил Марков. Несмотря на то, что дети у меня еще маленькие, и до написания ЕГЭ нам еще далеко, решила воспользоваться данной возможностью и советовала бы всем родителям присоединиться, на самом деле это отличная возможность для родителей понять, что же такое ЕГЭ. И что очень важно, правильно настроить своих ребят и поддержать их. Скажу честно, волновалась, потому что совершенно не готовилась к написанию экзамена, и школу закончила достаточно давно, в отличие от ребят, которые регулярно занимаются, которые готовятся к написанию ЕГЭ, и полагаю, что им волноваться точно не стоит, все получится. Насчет сложного я сразу отсекал, то, что для меня было сложно, и решил только то, что помню, а на самом деле волнительно, я даже сам себя останавливал, что куда ты волнуешься, это никуда ведь не в зачет, никуда не пойдет. Но да, на самом деле я понял теперь, как ученики чувствуют себя перед ЕГЭ. Данная акция позволяет понять, на каком этапе нужно успокоить своих детей. То есть понятно, что они нервничают, они переживают. То есть они готовятся к этим экзаменам, они понимают, что это дальше результат их поступления в ВУЗы. Но, то есть мы, как родители, должны понять, где им нужна поддержка. Не нагнетание дополнительных каких-то эмоций, а именно в каком моменте лучше их поддержать. Мы будем рады всех видеть на данных пробных экзаменах для взрослых, так сказать. Поэтому приходите, пожалуйста, и принимайте в данной акции участие активно. Результаты ЕГЭ по математике родители окружных школьников могут узнать в Центре развития образования, предъявив удостоверение личности. Эта информация не будет размещаться в открытом доступе. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Стартовал прием документов на участие в 15-м конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» в Республике Коми и Ненецком округе. Заявки принимаются по 31 мая в традиционных номинациях «Духовность и культура», «Спорт и экология». В 2018 году в конкурсе участвовало свыше 197 претендентов. Победителями стали 69 проектов. Конкурс социальных и культурных проектов в Коми и Ненецком округе проходит с 2005 года. За это время участие в нем приняли около тысячи проектов. 263 были отмечены грантами. Организаторами конкурсов Тимана Печори традиционно являются «Лукойл Коми» и благотворительный фонд «Лукойл». К участию допускаются некоммерческие, негосударственные и государственные, муниципальные, бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления, профсоюзы, организации, физические лица и коммерческие организации, ведущие деятельность на территориях Республики Коми и Ненецкого округа. Ключевую роль в определении победителей грантового конкурса играет значимость предложенной инициативы для населенного пункта, который представляет автор. Именно победителей конкурса этого года объявят уже осенью. Поселку Искателей 20 марта исполняется 45 лет. Населенный пункт появился на карте округа в конце 60-х годов прошлого века как база геолого-разведывательных экспедиций. В настоящее время поселок бурно развивается и строится. Сейчас здесь проживает почти 8 тысяч человек. В честь юбилея оргкомитетам запланировано проведение ряда мероприятий, в том числе впервые за всю историю существования поселка 7 апреля пройдет шествие по Центральным улицам. Юбилей поселка в этот раз было решено отметить не только народными гуляниями. Организаторы подготовили для жителей множество мероприятий и конкурсов. Часть из них уже запущена. Например, конкурс арт-объектов «Я люблю искатели». В первую очередь организаторы планируют привлечь жителей к благоустройству поселка. А победитель получит 30 тысяч рублей. Конкурс арт-объектов у нас стартует впервые в поселке «Искатели». Мы решили его посвятить юбилею поселка. Мы приглашаем к участию людей в возрасте от 18 лет. Каждый из участников может создать свой арт-объект, посвященный поселку «Искатели». Участник может создать как реалистичный объект, так и абстрактный. Главное, чтобы образ объекта был читаем. Также к юбилею поселка приурочен культурно-просветительский проект клуба «Созвездия» «Край рожденной геологии», который стал победителем 13-го конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукоил» в номинации «Духовность и культура». Его цель – познакомить подрастающее поколение с историей возникновения и развития поселка геологоразведчиков. В рамках проекта «Край рожденной геологии» проводятся встречи школьников и ветеранов геологоразведки, на которых ветераны делятся своими воспоминаниями о том, каким был поселок, каким был округ в самом начале геологоразведочных работ. Также будут проведены экскурсии по поселку «Искателей», по культурно значимым местам, которые связаны с геологоразведкой. И в завершении этого проекта у нас проходит викторина для школьников, для 5-х и 6-х классов, в рамках которой они могут показать свои знания, свои малые родины, также знания по истории геологоразведки. В юбилейный для поселка год оргкомитет по празднованию 45-летия объявляет сбор архивных фотографий, отражающих историю искателей. Если в вашем архиве есть фотографии, на которых запечатлен поселок геологоразведчиков в годы его становления, их можно передать оргкомитету. Также можно помочь в поиске имен для памятной доски аллеи геологов, которая была открыта в 2017 году. Мы будем усовершенствовать, ставить какие-то новые фигуры. На этой доске отображено все. Я бы не сказал, что все люди отображены, но мы стараемся найти их, изыскать. Потому что на сегодняшний день, для того, чтобы мы знаем, допустим, какого-то гражданина, который работал, мы его хорошо знаем, но для него, для того, чтобы его отрастить на этой доске, нужно полностью ее все данные найти на него. На сегодняшний день это не так просто найти. Кроме того, любители фотографировать также могут принять участие фотокроссии искателей в объективе. Итоги конкурсов будут подведены 20 марта на торжественном вечере в администрации поселка. По традиции, день рождения поселка отмечается 7 апреля, в День геолога. В этот день впервые в истории поселка пройдет праздничное шествие по центральным улицам искателей. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Полторы тысячи километров трассы зимников на мотоцикле. В Наринмаре успешно финишировали участники первой мотоэкспедиции за Полярный круг. В Ненецкий округ экстремалы добирались по бездорожью. Алина Волучейская расскажет подробнее. Уникальные кадры. Наравне с грузовиком за Полярное бездорожье штурмует мотоцикл. За рулем БМВ Артем Кравченко. Это ему посчастливилось выполнить завершающий марш-бросок. Путь от Усинска до Наринмара. В общем-то, все нормально. Были сложные участки. Вот нашему основному водителю, так сказать, очень хорошо досталось. Но сегодня прям погодка радует. И, в общем-то, и дорожку тоже радует. До Заполярья экстремалы добирались четыре дня. Стартовали из Кирова и взяли курс на Сыктывкар. Далее проследовали в Ухту, затем в Усинск. Эту часть пути экспедицию вел ее вдохновитель Илья Сабанцев. Всего же в экипаже трое любителей экстрима. Причем это опытные мотопутешественники. Все вот ребята, мототуристы, они с большим стажем международники. Монголия, там все дела, Европа, СНГ, они все объездили. Байкал. Как-то объединяемся, кому-то интересно. Не просто покататься, а чего-то достигать. Учиться лучше пилотировать мотоцикл, ездить далеко, знакомиться. Вот сейчас проехали через клубы полярных волков в Сыктывкаре, в Ухте. Ангелы Севера нас встретили. В Усинске, Мотоусинск. Цель путешествия – проверить и себя, и мотоцикл на выносливость. Для такого тест-драйва Крайний Север – самая подходящая территория. К столь серьезному переходу готовились основательно. На технику установили ветрозащиту, обогрев ручек, более мощный аккумулятор и шипованную резину. Резина с высоким зацепом, почти кроссовая. Шипы ставили сами, то есть вручную загоняли. Задняя резина еще злее, как говорится. Практически кроссовая. Шипы сколько-то повылетали. Разместились гости в центре арктического туризма. Ну а в обратный путь экстремалы отправились уже на следующий день, 2 марта. Алина Волчейская, Игорь Тарасевич, Телеканал Север. В Наринмаре завершился фестиваль «Молодежная весна-2019». Он прошел в 17-й раз. Его участниками стали творческие самодеятельные коллективы и сольные исполнители из Наринмара, Тельвис, Кенеси и других населенных пунктов округа. Возраст всех участников – от 14 до 30 лет. В каждой номинации жюри определяло дипломантов и лауреатов первой, второй и третьей степеней. В номинациях «Народный вокал», «Эстрадный вокал» и «Театр» лучшие стали обладателями Гран-при. В номинации «Художественное слово» диплом лауреата первой степени получила Александра Леоса. В номинации «Инструментальная музыка» группа «Рокетплей». В номинации «Академический вокал-ансамбль» лауреатом первой степени стала трио «Северное сияние». Гран-при номинации «Народный вокал-соло» среди молодежи 14-18 лет присудили Полиню Валей. В возрастной группе 19-35 лет Тамаре Ваучейской. В номинации «Народный вокал-ансамбль» среди возрастной группы 14-18 лет Гран-при достался образцовому коллективу «Травушка». Коллектив также стал обладателем специального приза жюри «Народная культура». В этой же возрастной группе Гран-при номинации «Эстрадный вокал-соло» присудили Дарьи Чеснейшиной. Обладателем Гран-при эстрадный вокал-ансамбль стала студия детской эстрадной песни «Солнечный зайчик». Среди молодежи 19-30 лет Гран-при в номинации «Эстрадный вокал-соло» завоевала Тамара Ваучейская. Обрастовая студия современного танца «Либерти» получила звание лауреата первой степени в номинации «Хореография. Современный танец». Театр-студия «Остров» получила Гран-при в номинации «Театр». Победители и участников наградили дипломами, кубками и ценными подарками. Победители, которые получили Гран-при, представят Ненецкий округ на очередных дельфийских играх. Самую гламурную кошку Ненецкого округа выбрали в Наринмаре. Выставка, приуроченная ко Всемирному дню котов, прошла в выставочном зале Дворца культуры Арктика 2 марта. Участниками акции стала 21 кошка. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось дефиле в образе кошки. Прошли разнообразные мастер-классы по изготовлению сувениров с изображением этого домашнего животного. В экспозиционном зале, где представлены главные участники мероприятия кошки, просто не пройти. Около двух тысяч нальинмарцев стали посетителями выставки. И хоть у каждой корзинки рядом с именем конкурсанта специальный знак, гладить запрещено, устоять перед соблазном и запустить руку в пушистую шерстку не могут даже взрослые. Породистые, беспородные, бесконечно любимые своими хозяевами кошки, утомленные повышенным вниманием к своим великолепным персонам. Какое впечатление! Полуторагодовалый мейн-кун шок на выставке вместе с сыном. Колоссальный размер и кроткий нрав хозяева обожают своего серого гиганта за ум и ласку. Мы очень долго планировали вообще завести кота. И мы увидели такого, как он. И поэтому наш выбор остановился на мейн-кунах, на таких вот больших котах. Поэтому мы решили взять мейн-куна. Два экзотических друга Сфинкс Дэймон и Ориентал Феникс пришли на выставку с хозяйкой. Необычная внешность вкупе с избыточной лаской – вот что подкупают в этих породах, – говорит хозяйка необычных пареньков. Ну не знаю, просто понравились. Очень мега ласковые. Шерсти от них немного, поэтому так красиво. Бенгальская кошка Перис со своим маленьким хозяином Артемом тоже решили выйти в свет. Артем уверен, его любимицы нет равных. Она купается, она ползает по стенам, по перилам. А это Рэмбо. Внешне котик очень похож на дикую рысь, но сердце у него золотое, уверена хозяйка. Рэмбо – пикси-боб, единственный кот такой породы во всей Архангельской области. Это пикси-боб и в переводе – короткохвостый эльф. Это американская порода, еще ее называют кошкой Хемингуэя. По преданию, именно такой породы кошка была у Эрнеста Хемингуэя, и он написал свой знаменитый рассказ «Кошка под дождем». Всего в конкурсе «Кошачьей красоты» 21 участник. Желающих показать своего питомца публике, конечно, было бы больше, но в условиях конкурса строгие правила. Сопряжено с такой трудностью, что кошечки все должны быть обязательно привиты, у всех должен быть выдержан срок прививок, поэтому желающих было много, но участвовать смогли лишь те, кто подошли к нам по ветеринарному паспорту и были соблюдены все прививочки. Победители определяли зрители. Каждому посетителю при входе выдавался специальный жетон «Голос», который надо было упустить в корзину понравившегося участника. 125 жетонов больше всего получила кошка Мадина. Каждому пушистому участнику конкурса была присвоена индивидуальная номинация, вручен диплом и приз. Также в рамках мероприятия были организованы мастер-классы. Все желающие могли сделать себе кошачий сувенир. Бумага – это доступный материал, который всегда есть дома. И можно в любое время сделать. Идете в поликлинику, квадрат захватили, ребенок занят и не балуется. Поездку, поезд, везде. И очень доступно, и очень полезно. Развиваются мышцы, ум развивается у ребенка. Я думаю, и занятно, и интересно. Из простого квадрата сделать чудо. Участник этого мастер-класса Ратмир сделал себе необычного кота. Теперь хочет, чтобы родители воплотили его мечту в реальность. У меня котик по породе пушистик. По породе пушистик? Да. Скажи, что ты ему нарисовал? Что там у него? У него зеленые глаза, они у него светятся. Я его разокрасываю разными цветами. Корочневым, черным тут, золотым. Синим и салатовым. И в завершении мероприятия конкурс дефиле костюмов в образе кошки. Его участниками стали более 30 детей. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok